Вечная Евангелие в современном мире 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 «Исцелела и дивилась земля, глядя за зверем и поклонились дракону, который дал зверю. Ранена голова, она исцеляется, Иоанн удивляется, но поклоняются не зверю, а дракону, когда все удивляются. Объясните, что здесь происходит? Есть ли историческое подтверждение? Вечная Евангелие в современном мире 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 Французская революция 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 в центре Италии фактически. То, когда вот этот процесс шел, то фактически лишена, папская область была ликвидирована в Италии. Церковь лишилась государственной власти. Церковь лишилась государственной власти. Она была локализована только в Ватикане. А постепенно восстанавливается его власть во всем мире. Постепенно уже при Муссолини был заключен конкордат между Ватиканом и итальянским государством. Вы получаете самостоятельную маленькую, но вот это 40, слишком гектаров. Это ваше будет государство. Государство Ватикан. Да. А все остальное остается за республиканский. Но восстановление происходит в том, что церковь возвращает себя в статус не просто церкви, а государства. Постепенно авторитет. А потом второй момент это авторитет. нарастание авторитета авторитета этой власти постепенно происходит. И в настоящее время ее авторитет колоссальный, огромный. Потому что фактически в значительной степени она изменила свою такую агрессивную деятельность, как раньше. Преследование и так дальше. приняты новые документы, которые делают ее приемлемой в этом мире и даже очень популярной. Второй Ватиканский собор. Да. Особенно Второй Ватиканский собор. Он реформировал внешнюю сторону. Но осталось что? Осталось понятие, что это глава всего мира духовного. Христианского. христианского мира. И что теперь он уже покаял вшеся глава. И теперь они проводят очень нормальную линию такую. И большую благотворительную деятельность, и защиту мира, и так дальше. Короче говоря, мы видим совершенно другую картину. И эта картина создает колоссальную популярность этой системе. И вот этот момент возрождения. Происходит и возрождение. Но авторитет, который нарабатывается сегодня, он в будущем даст и власть. Дальше об этом говорится. Да, мы здесь видим о том, что удивление происходит в том, что поклоняются все, но интересно, что не самому зверю, где сказано, который представляет папство, а дракону, который представляет сатану, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. Даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему была власть действия 42 месяца, и отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилища и живущих на небе, и дана было ему вести войну со святыми, победить их, и дана ему была власть над всяким коленом и народом, языком и племенем, и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, заклонного от создания мира, кто имеет ухо, да слышит. Такое дается большое пространное описание действия этого зверя, но за ним стоит дракон. Что здесь также говорится? Сказано тоже, 42 месяца мы встречали раньше это выражение. Здесь еще раз подтверждается истина о том, что после исцеления раны огромный авторитет. Вся земля дивилась написано, следя за зверем. Это события, которые произойдут после исцеления раны, или это перспектива прошлого? Нет, это то, что новое, новое, новое имидж, совершенно новый имидж. Это то, что произойдет в будущем? В будущем. Это колоссальный авторитет, который имеет эта система, колоссальные возможности материальные, физические. И все это совершенно сегодня воспринимается как нечто очень-очень благородное и положительное и забыта вся кровавая история на протяжении веков, но не учитывается, что амбиции остались те же, которые в средние века побуждали к насилию над другими народами, а сегодня продолжает доказывать, что это есть все-таки глава всего мира. Капут мунди до сих пор в латыни звучит глава мира. Рим это глава мира. Глава всевселенского христианства. Вот. В данном случае просто продолжение этого. но теперь если раньше люди боялись, остерегались, было понятно, что это было преследование, вот, теперь видят некую такую положительную картину, совершенно противоположную, достойную всякого уважения и восхищения. Сказано с одной стороны, что хулит на Бога ведет войну со святыми, а с другой стороны, сказано, что те, кто поклоняются этой системе, тот не записан в книге жизни у Агнца. Значит, это событие будущего в значительной степени. Здесь нет откровенного богохульства. Здесь наоборот почтение и к Богу на словах и прекрасные пения, и дивные речи и документы издаются прославляющие Господа. Как сюда можно вообще применить вот это? Но дело в том, что само христианство, как оно подано в Евангелие, его основные принципы, его основные заповеди, его сущность, его сущность, она совершенно ушла и заняла место политическая система. То есть царство от мира сего это царство от мира сего, не царство Божие. Только знамена остаются христианские, лозунги христианские, а цели антихристианские. В этом отношении всегда вот это вот сочетание с одной стороны как будто бы что-то исповедуется хорошее, а дело делается плохое, конечно, в шуте вызывает колоссальное недовольство и хулу именно на Господа, потому что говорит, через вас хулится имя Божье. Также мы видим, что те, кто не подчиняется этой системе, они будут преследуемы. Конечно. Воссоздается образ средневековый. То, что было в средние века, оно повторится. Как кажется, это совершенно сегодня немыслимо. Невероятно. Да, но ввиду того, что враг рода человеческого продолжает пленять человеческие умы, в мире очень быстро происходят перемены. Очень быстро происходят перемены. Вот. И в конечном счете мы видим пророчество предсказывает мировую диктатуру духовную, против которой никто не сможет противоречь. Также Господь поднимает вопрос и ответственности. Он говорит о том, кто останется в этой системе или будет поклоняться, принимать ее, то он не найдет жизни вечного. Правильно понимаю, не будет записан в книге Лагнца Божьего, он лишен вечности. Четко и определенно. Сегодня проповедь проповедует, что говорил Христос, что Он делал, и если это заменяется чем-то другим, то, конечно же, такие люди не могут войти в жизнь вечную. Евангелие говорит, что Царствие Божие не от мира всего, что Церковь будет гонимая, а если это Царство над Царствами и претензии на мировое господство духовное, то это совершенно разные вещи. Конечно, будет противостояние Церкви Божией истина, которая несет заповеди Божьи и веру в Иисуса и с теми, которые приносят в веру христианскую свои предания, свои установления, свои средневековые учения, которые изобрели они в течение веков. И вот это, конечно же, истина, она не может соединиться с этим. Поэтому будет противостояние. Будет гонение на Церковь Божию, как всегда бы. Спасибо большое. Мы благодарны телезрителям, что вы были с нами. Мы продолжим исследовать 13 главу в следующей передаче. Будьте с нами, читайте книгу Откровения, имеющий ухо дослышит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин